Золотой граммофон. Золотой граммофон. Не знаю, шутить мерзко про члены и рубрику половые органы. Все. Не знаю, вообще ничего не хочу. Всем привет! Это подкаст Отвратительные мужики на Disguisingman.com Здесь в этой студии Виктор Зуев. Георгия Добродеева сегодня нет. Он во Франкфурте. И его кресло хорошенько проперженное. Сегодня липкое. На нем сегодня греется Вячеслав Мастицкий. Здравствуйте. Золотое перо нашего портала. Зволение сказать. Да, золотое перо. Ты знал, что ты золотое гусиное перо? Спасибо, Виктор. Теперь тебя услышим. Друзья, перед тем, как мы начнем, важно сделать официальное заявление. Мы дружим и всячески поддержим отношения с игроманией, в частности, с пабликом игроманией. И я думаю, что если вы читаете паблик игроманией, вы неоднократно видели ссылки на наши материалы. В отличие от нас. В отличие от славы. Давай не будем обобщать. И срач в комментах. Срач в комментах, конечно. Если видите пост, бегом срать. Бегом сразу. Захотели срать, бегом туда. Защищать и драться в комментах. Вот. И ставить, конечно же, дикие лайки и репосты. Также вот я сейчас открыл мобильный телефон и вижу объявление, которое мне нужно сейчас прочитать в микрофон. Успей скачать свежий номер игромании бесплатно из Google Play. Промокод игромания. Подробности тут. Далее следует ссылка. Но, в общем, промокод вы услышали. Google Play – это если у вас Android, если вы что-то не поняли. Номер, кстати… Через несколько дней акция заканчивается. У нас подкаст выйдет на этой неделе. По-моему, в понедельник или что-то вроде этого. Все уже пройдет. На обложке там Warhammer. Да, на обложке Warhammer. Что в этом номере? Все, что в этом номере? Значит, ну, во-первых, заява. Заява наверху. Крупнейший компьютерно-игровой журнал в России. Если вдруг кто не знает, что такое игромания. Значит, Mad Max. «Воин дорог» написано. «Воин дорог» – нет, это, так сказать, подзаголовок. А, то есть, вынос. Наши в руки не для скуки. «Свисток», как это называли. «Игрострой». Видимо, что-то индустриальное. Silent Hills на Unity. «Until Dawn». PS4 дожила до рассвета. 7,5. Вынос такой. Как попасть в игровую индустрию, если ничего не умеешь? О, никак. Такой сидит дома. Metal Gear Solid V. Обзор, история серии и пересказ сюжета. Можно не играть. Divinity Original Sin 2. Божественный сиквел, знак вопроса. И эксклюзивное превью Total War Warhammer. Все это ждет вас в... Предыдущих выпусках подкаста «Отвратительные мужики». И в свежем новом, свеженовом выпуске «Игромании», который вы можете получить бесплатно за промокод. Спасибо «Игромании» за все. Подожди, а промокод «Игромэния» именно? «Игромэния». А с большой буквы или с маленькой? Капслоком. Слушайте, у нас прошла встречная громиль, и по-моему, здорово было. Как вы считаете? Not bad. Not bad. Было лучше, чем могло бы быть. Я даже там посидел. Да, да, да. Немножко. На пару волос. Да. Нет, это было круто, потому что мы впервые это делали, и не знали вообще, сколько людей может прийти. То есть это может быть 10 человек. Я был на очке. Либо там, я не знаю, все не повесятся в зал. Вот абсолютно у нас не было никакого опыта. Мы сейчас увидели, что где-то порядка там больше 100 человек. Да, определенно больше 100. И мы понимаем, что в принципе такие встречи, это круто, надо чаще встречаться. Вы приходите, и с вами отлично общаться. И все 20 плюс. Были какие-то даже дамы с детьми, которые быстро уходили. Ну, то есть, ну, по лицам же видно, что это не совсем дети мало. Были 50 плюс, может, погреться за шлем. Такой фейс-контроль. Парочку седых голов я видел. Да? Да. Понятно. Ну, в общем, для меня это был такой, как авантюра с концертом в воскресенье. Ты хер знает, короче. Сколько людей туда придет. И ты до последнего. Но когда я вышел из зала и увидел очередь, в принципе, я успокоился. Такой подумал. Ну, теперь главное, чтобы всех было слышно. Не в ту дверь, как бы. Главное не обосраться. Может, они заранее заняли там, значит, на сериал, который следующим часом презентовали. Рядом. Может быть. Все может быть. Короче, форумовка. Это отличная поймутовочка. Короче, респект тем, кто пришел. И мы обязательно что-нибудь такое замутим еще. Сосисочный перово. Ну, поехали, что ли. Обсуждали это на сайте. Обсудим здесь. В Москве открылась расфигачечная, где можно разрушать комнату кувалдой. То есть, видимо, такие антистресс места, где выставлен что-то наподобие офиса. Ну, хотя там это выглядело скорее как стройка, честно говоря. И мне кажется, что можно пойти на любую стройку и также отдохнуть неплохо. А лучше на помойку, в принципе. В принципе, да. Офисную какую-нибудь тоже. Мне просто кажется, что самым вообще топом это сделать место под рабочий кабинет. Ну, вообще под офисное пространство. Под твой рабочий кабинет. Ну, под твой эксклюзив. Да-да-да. Ты прямо на фотографии показываешь то, что ты так хочешь раз**ать каждый день, когда ты обходишь. Помните крутое промо для фильма «Wanted»? Нет. Типа вирусный ролик про то, как чувак сходит с ума на работе. И начинает сначала клаву в кого-то метнул, начинается движуха, потом монитор полетел. И все это выдавалось как вирусный ролик. Это было что-то в фильме такое начало, по-моему, было, нет? Нет. И все это в диком рапиде, короче. Да, он бьет и такие зубы с буквами улетают. В фильме это было красиво по-голливудски, а это был типа вирусный ролик, как будто сняты камерой в офисе. Но потом все поняли, что, ну, естественно, все другу пересылали. Как тот вирусный ролик с «Секрет 2». Причем это времен ЖЖ еще, да. Но все постили со словами типа «Нифига себе, посмотрите, короче, случай в московском офисе». Да, ты помнишь ролик с «Секрет 2»? Ролик с «Секрет 2». Чуть ли не с лялечкой нашей любимой Ильей Авчаренко. Да-да, тоже вирусный ролик в «Гар в офисе». Ты не видел? Да. Очень хороший, кстати. Ты запомнил бы себе. Не имеет никакого отношения к «Секрет 2». Я думал, что люди вообще не поняли, что это был вирусный ролик с «Секрет 2». Но выглядит очень смешно, как там ляля реально кидается бутылками через весь офис. И главное, попадает в голову с первого раза. Ну, пластиковой бутылкой, но там расстояние приличное. Виден скилл, не пропьешь. Нет, мы общались, он говорит, что получилось с первого раза. Очень смешно. Можете найти в интернете «Угар в офисе», как так называется. Ну, в общем, все «Угар в офисе» найдете. Возвращаемся к новости. Чем-то новости. Я считаю, что если разносить офисное пространство, это будет просто супер. Но это дороговато, потому что здесь уже на самом деле тарифы ничего себе. Ну, московский типичный. То есть это все работает уже? Это работает, да. Называется это место «Дебош». Да. С мягким знаком на конце. Лайтово погромить 10 тысяч рублей. А, это лучше. Норм так погромить. Это тарифы, это я еще не хочу. 15 тысяч рублей. Зажечь по хардкору 30-ничек. Залям может с**ть офис. Их. Настоятельно? Их офис. Свой? Да. Их офис. Офис-компания. К ним заходишь в офис-компания. Ты знаешь, как каворкинг такой. Два стола, короче. Два ноутбука. Они такие, ноутбуки мы заберем. Да. И просто голые стены, два стола. Они в аренду, да. Да-да-да. Просто мне кажется, что за 30-ничек, друзья мои, за 30-ничек. Приходишь в бар, пьяная свинья. Вот. Значит. Пениш. Берешь, нет, ты берешь на самом деле меню, там в конце. Вот обычно в таких барах там есть бой посуды. Прайс прям. Да. То есть не во всех заведениях. Если в заведениях вы видите... Серьезно? Прайс. Вот. Считайте. Я думаю, что там лайтово погромить этот десяточка, как раз покидаться бутылками. Ну что там обычно? Там 300, там 400, ну 500 рублей. Там кружками, конечно, дороже не стоит. То есть в принципе за 30-ник это реально с перевернутыми столами, там с мордобой. И это будет как бы, ну... Это будет вообще прям... Настоящее острое ощущение. Абсолютно. Вот. Еще денег хватит, чтобы там доехать до травмы и сунуть, короче, на коньяк коновалу, который будет тебе вправлять нос. Вот. Так что не очень понятно, в чем уникальность предложения. Да. В конце концов, в турник сходил. И я еще вспомнил, я еще вспомнил, что я в детстве читал книгу Джани Радари. Джани Радари. Джани Радари, да. Джани Радари. Планета новогодних елок, по-моему, так она называлась, где чуваки садились на таких коников, лошадок. Коников. Коников. Да. Ну, лошадка, да. Ну, которая вообще качается такая. Вот. Вот, специальные такие были лошадки, раскиданные по земле. И если ты на нее садился, ты ночью улетал, короче, на эту планету. И там как раз вот для детей, для детей единственное, что, типа для хулиганов, было как раз выделено такое пространство, где можно было просто вот свою энергию... Лайтово погромить. Лайтово погромить. И зажечь по хардкору. Вот. И идея, собственно, ей там, не знаю, 30 лет, но почему-то там это было для детей. И сейчас, видимо, вот взрослым взрослым... Дети выросли. Возможно, да. А лучше, на самом деле, лучше. Мне кажется, что самые гневные побуждения у людей случаются в пробках. Вот, значит, сделать такой загон, типа, гаража, наставить туда машины, значит, там, посадить тоже актеров, чтобы все бибикали и орали. Как стритфайтеры. Да, и тебе дать пистолет, биту и прочее, чтобы ты вышел такой, и прям машина начать, что ты бибикаешь-то мне, говно-то, вот это вот все. Вот, но это будет стоить, да. В заднице побибикали. Это в заднице побибикали, да, но это не 30-ник, конечно, это не 30-ник. Вот, ну, в общем, я думаю, что мы ставим этому стартапу, я не знаю, 5,6 из 10, вот. И идем туда в следующий понедельник? Нет. Мне жалко, честно говоря, десятку отдавать за то, чтобы... Там видно по фотографиям, что реально выглядит как... Ну, как строй, конечно, как подвал. То есть там границ дешевый, даже не киевскую мебель, понимаешь, а какую-то там, я не знаю... Мне интересно, это все понятно, интересно будет посмотреть за развитием истории, ну, то есть как скоро это прекратится. Или не прекратится. Не как скоро это, сами, популярно, а как скоро это прекратится. Такая постановка вопроса. Окей, эта новость, на самом деле, всего лишь затравочка, потому что я как раз сегодня наткнулся на... То есть мы понимаем просто, что, извини, что 30-ка, короче, это, ну, абонемент в жирный какой-то клуб. Можно пойти на спорт какой-то записаться, там в рожу бить кому-то. 30-ка, да, 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 хотя вот мне сейчас смс приходит каждый день, что акция только сегодня, там где-то 15-19. А у тебя был какой-то, видимо, абонемент, по которому ты ни разу не сходил, да? Да-да-да, 15-19. Мне тоже приходят. Ну, короче, ну, не 30-ка, это в какой-то мега пафосной, на самом деле, еще, а так в целом. Вот. Ну, вообще, на самом деле, вот такие вот интерактивные какие-то события на местности начинают дичайше развиваться. Ну, мы вспоминаем твой интерактивный квест, в котором ты участвовал. И вот сегодня я прочитал про мега-супер-новшество в этом плане. Это уже многочасовые, по сути, ролевые игры на местности. То есть, когда... Какое-то множество. Нет. За деньги клиенты, все дорого, богато и прочее. По как раз типа Фоллауту, типа Метро 2034 встречает сталкера. Вот где-то такое. О, Господи. Называется тема Москва 2048, я видел этих промо-парней на Игромире, вот, но я думал, что это, как всегда, обычные браузеры, там ходили какие-то в доспех, какие-то черти, ну, типа, там, киберпанк, вот. А потом я видел просто обсуждение в Фейсбуке, ну, там, люди, которые фанаты этих квестов, говорят, о, смотрите, какая появилась тема. Я зашел на страницу, там написано, что первый запуск игры состоится через 40 дней, там идет счетчик. Похоронили шутка. И, возможно, предыдущий свой стартап, вот, дебошечную, расфигачечную, да. И я посмотрел фотки, то есть там, ну, и описание, то есть там тебе будут давать роли, там тебе будут давать, короче, костюмированная штука. У тебя будут, короче, чуть ли не инвентари в плане, там, каких-то предметы дадут. Будет такая полноценная игра с кучей помещений, с ролевкой и там и прочим. Как это будет выглядеть, на самом деле, не знаю, но вот, допустим, мне... Но пригласите нас, если вы это слушаете. Я заинтересовался. Мы сходим. Да, да, да. То, что, где ты был... А совместить с расфигачечной, например, совместить с расфигачечной, это же вообще клево, чтобы еще все... Знаешь, вот, как писали раньше в играх, полная разрушаемость по играм дня. Можно убивать детей. Можно убивать детей. По физике, вот. Ред Фэкшн, короче. Да, да, да. Ну, это о чем говорить, что, видишь, люди устали сидеть за компами, хотят, чтобы такое попробовать. Так это нормально, на самом деле. Это нормально, это нормально будет развиваться. Мне кажется, что это какой-то... Или как скоро закроется. Или как скоро закроется. Одно из двух. То есть, или это будет прям полноценный нью-счит, потому что, ну, сколько можно, короче, уже все насиделись, мне кажется, в соцсетях. Ну, то есть, интересы поколений меняются же, так или иначе. В 90-х было одно, в нулевых другое, сейчас третье, короче. И, возможно, на контрасте с тем, что сейчас происходит, будет больше популярности вот этих всех. То есть, подожди, это просто популярность, то есть, типа, серость, говно, трущобы, да? Ну, да. Нет, я на самом деле жду... То, чего, когда ты никогда этого не видел. Марин, я жду развития вот этой истории, когда тебя будут отправлять реально там на три дня. В Припять. В Припять. Полностью костюмированная. То есть, там будет прям такая, знаешь, трехдневная ролевая игра, там, с возможностью, чтобы тебя там реально там били по голове, там, и прочим, и прочим, и прочим. Возможно, игра с Майклом Долуцом, да? Вот что-то вроде. Кстати, какой-то сериал запускается с названием «Квест», где примерно какая-то такая же херня и происходит. То есть, вот с реальностью, когда игра уже в твою жизнь входит, не ты куда-то едешь, да, а когда тебе начинают звонки, звонки раздаваться, там, посреди ночи тебя куда-то забирают. Ну, вот смотрите, у нас есть это дерьмо, у нас есть «Квест», о котором мы говорили в одном из прошлых выпусков, у нас есть сериал, у нас есть реалити-шоу британское про спецслужбы. Да, да. У нас есть «Ингресс», ну, вот эта вот игра, где все с мобильниками бегают на местности, качают вышки там и прочее. Она до сих пор работает? Говорят, работает очень хорошо, и прям целый комьюнити и прочее. Мне кидали ссылки на русском комьюнити «Ингресса», где там такой, типа там, к вышке подойдешь, пиздец, сука, я там, я слежу. Вот. Те, кто много времени проводят на улице, то есть, допустим, кто бегает, собачники и прочее, говорят вообще, тему очень любят, потому что ты все равно ходишь. Вот, доставят мобильники и прокачивают какие-то... А в чем там все? Там, там, короче, две цивилизации, там две стороны конфликта, типа какие-то, ну, про-инопланетянская тема и такая про-людская. Вот. И они сражаются друг с другом за контрольно-определенными вышками, то есть ты должен подойти на карте, то есть как Google Maps, и там прям видно, что вот это вот база противника. Ты к ней подходишь, включаешь свой телефон, нажимаешь там, короче, какую-то команду и типа там прокачиваешь. То есть, и чем больше... Пока что, что ты просто стоишь с телефоном там? Короче, ты... Это захваточек, захваточек. Соответственно, те чуваки, которые там играют в другую команду, видят, что пацаны у нас на районе-то, короче, завелась. Да! Вот. Надо пройти. Кто пришел, не стоит, битый, короче. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Бутылки 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 бутылки. И, в общем, я так понимаю, что это все развивается и всем нравится. Дальше будут такие новости, можно сказать, одной строкой. Наша любимая. Наши любимые новости, да. А половые органы будут сегодня? Заметка. Слав, от тебя, может быть, что ли? Ну, раз ты на этом стуле сидишь. Половые органы. Думай пока. Вот что он так пахнет. Слав, думай. Смотри, если у тебя нет новостей про половые органы, всегда срабатывает трюк. Можешь рассказать про свои половые органы. Окей. Виктор. Пока подумай. Пока подумай. Тебе дается время... Временно размышлений. Что сидит на белом столе? Обратим. Пора подумать о своих половых органах. Пора задуматься. Слава только что покинул студию. Да. Нобелевская премия по физике в 2015 году 425 тысяч долларов. Чемпионат мира по доте. Первое место на человека. Миллион двести тысяч. Это к вопросу о приоритетах молодежи и развития. Обсуждали тему. Писали в комментах мне, в частности, что вы еще посчитаете зарплаты футболистов и прочих. Не, друзья мои. Все-таки там футболисты, хоккеисты, это понятно. Они идут к этому с детства. И прочее. Это у них профессиональная работа. А огромное количество дотеров, так называемых, у них же там карьера, на самом деле, длится года 2-3. То есть чувак зарабатывает эти страшные деньги. Ну, побольше. Причем зарабатывает их не в том возрасте, когда к хоккеистам приходят, начинают приходить такие деньги. Вот. То есть это прям, условно, карьера такой рок-звезды. Близ-карьера. Близ-карьера рок-звезды в 16-18 лет. Ну, то есть до 20. Близ-карьера рок-звезды на голой жопе. На голой жопе. Реально. Да, да, да. Так что имейте в виду. Ну, короче, не знаю. Я думаю, что у вас какие-то будут соображения. Вы начнете орать, что дот сирон говно. А вы такие, да, да, репутся. Не, реально. А главное, по-моему, все уже поняли, что... Знаешь, знаешь, в отличие от всей... Самое крутое, что точно мне ни одна из этих премий точно не светит. Это во-первых. Во-вторых, здорово, что мы все это понимаем. Но, короче, мне кажется, что важно отметить, что мне от этих новостей про призовые фонды, про сравнение с Нобелевской премией, мне не захотелось от этого стать профессиональным дотером. Ну, то есть... Или лауреатом Нобелевской премии, нет? Ну, лауреатом Нобелевской премии я, может быть, и с удовольствием. Ну, то есть... Для этого надо сделать что-то полезное, понимаешь? Да, в смысле сказали, что ты получишь денег хер, то есть иди играй в доту. Нобелевская премия по подкастам. Ну, это не хер. Там не хер. Нобелевская премия — это не хер. Не хер. Не-не, ну, в денежном эквиваленте это такое, ну... Представляешься, ты приходишь в общество... Да, и Нобелевскую премию ты вряд ли будешь получать каждый год, вот. А дотер, если повезет, да, то несколько раз, короче, может проехаться, короче. Слушай, а правильно понял, что как раз профессиональные киберспортсмены, у них... Они практически не могут играть на том же уровне, чисто по физическим причинам, физиологическим даже. После, типа, там, 25 лет или там что-то типа того... Спортсмены или киберспортсмены. Киберспортсмены. То есть у них там, типа, пальцы хуже, короче, да, спина болит. Но реакция портится с возрастом, в принципе, вся. Ну, да-да-да, как и звук. Ну, там, по-моему, есть какие-то возрастные чуваки, но я не знаю, есть ли исследования на эту тему. Мне кажется, что просто с возрастом люди находятся в нормальную работу, и всё. Нормальную работу. Возвращаемся к этим премиям. Ну, да-да-да. Нормальную работу найдите. Назвать эту работу, если она не получится, то есть это просто... Получается, что вот такой именно куш, который можешь сорвать, будучи реальным тупым геймером. Слушайте, раз уж мы заговорили про бабки тупых геймеров и игры, сегодня обсуждается новость о том, что... Владимир! Владимир! Ладно. Владимиру я потом об этом расскажу, ему понравится. Питерская студия Strategic Music, которая в своё время... Вот, эта новость у меня тоже есть. Тоже есть, да? Есть. Можно я? Давай, да. Значит, сегодня просто пришёл... Дикой истории. Ты слышишь нас? Да. Не слышишь? Послушай. Это будет интересно. Да. Слышишь? Да. Так вот. Нужно будет твой комментарий. Владимир, специально для тебя... Владимир, если ты дашь нам комментарий, это будет бомба. Смотри. Питерская студия Strategic Music, которая возглавляет Дмитрий Кузьменко и его жена Кейт Кузьменко, как у меня в почте написано, собирает 3 миллиона на озвучку четвёртого Фоллаута. 3 миллиона крышечек. 3 миллиона 200 тысяч рублей. Рублей, рублей, разумеется. Да, не крышечек. Вот, значит, есть комментарий. Компания Bethesda посчитала ненужным озвучивать Фоллаут 4 на нашем родном языке. Поэтому нам придётся сделать это самим с помощью сообщества, сказал Дмитрий Кузьменко, креативный директор Strategic Music. Да, и собирают деньги путём краудфайдинга. То есть на планете.ру можно зайти и посмотреть. На данный момент там собрано где-то около 12 тысяч рублей. Из 3 миллионов. Из 3 миллионов 200 тысяч. А где они из лицензии? Вопрос. 3 миллиона 200 на вообще локализацию. Это много, мало. По-моему, это пи***ц. Ну, не совсем. Примерно 200 реплик в час, да? Так. Записывается. Один. Актёр. Один актёр в час. Получает он в среднем 5 тысяч. Вот. В Фоллауте... За час? Да. Ага. В Фоллауте будет 110 тысяч реплик. Ты уже знаешь это. Да, вот теперь давайте 110 тысяч разделить. Вот так вот вам сейчас анонс. 2 миллиона 750 тысяч рублей. А, мы получили 550 часов и умножили на сумму. Да. Это без стоимости монтажа и так далее. Ну и плюс, короче, ещё что... Выйдет, вот, сделает дешёвым с пи***цами питерскими актёрами. Короче, но сумма при этом почти честная, получается. Имейте в виду сейчас для слушателей. А перевод кто будет делать? Перевод уже... Перевод уже... Узов клаба? Да, да. Смысл в том, что у них нету никаких, типа... То есть он вытаскивает текст из игры, когда она уже выйдет. Да, да, да. И в том-то и дело. И потом неофициальным патчем... Он посмотрел за чужими авторскими правами, или как они там называют, смежные, там, и так далее. Если не будет сам переводить. Если начнёт сам переводить... Ну, ещё плюс 3 миллиона, я думаю. Ну, ещё плюс 3 миллиона, как минимум. Офигеть. То есть, обратите внимание, сколько стоит локализация и дублирование. Ну, то есть, это... Я понимаю, почему... И вы теперь понимаете, дорогие слушатели, почему больших проектов... Нет, нет, это же ещё... Они нету российского... Полной локализации, потому что, ребят... 3 миллиона 200... Это же по тому работе... Ну, это интеграция, время программирования, тестирование. Но здесь же ещё есть другой юмор во всём этом. Здесь вот данный бэкграунд по поводу того, что они озвучивали War Thunder, Evolution, Battle for Utopia. Вообще не понимаю, что это. Space Conflict, Ground War Tanks, Royal Quest, бла-бла-бла. Я смотрю на первую игру. В тылу врага 2, Койота, закон пустыни, Space Wolf, Warhammer 40 тысяч. А также, помимо, внимание, это как раз то, что в связи с этой новостью сейчас больше всего обсуждается в соцсетях, по крайней мере, в нашем сообществе, что помимо коммерческих проектов, Strategic Music широко известно. Целая серия звуковых модов, в кавычках атмосферная озвучка, так они называются. Для World of Tanks, я так понимаю, с Wargaming тоже особо никто не... Ну, как бы... Были какие-то с Фоминым там эти тёрки. Люди плюются как бы и... Но едят. Нет, Wargaming как бы от этого открестился и всё, как бы... Ну, делайте, елайте. То есть это такой же патч, который кто-то хочет себе... Да, считается, что говнок. А также, внимание, работой. То есть, видимо, процессом, а не результатом. Да, работой над неофициальным озвучиванием Dota 2. Ну да. Вот это больше всего вспоминает. Открестились, по-моему, Valve. То есть там были какие-то слухи, типа, что делают переулок, потом они такие, нет... Да, все над ними поржали уже 10 раз, как бы, и... Господи, как бы... Ну, короче, денег-то заносить или нет? Ну, людям интересно знать. Потому что Fallout 4, конечно, ждут все. Проблема-то в чём? Что вот они возьмут чужой... Подчеркну, чужой текст. Уже в вышедшей игры. На его основе сделают озвучку, и потом её накатят неофициальным патчем и только на PC-версию игры. Игра выходит уже вот-вот. Получается, что ещё будут это переводить, ещё полгода. И, ну, не переводить, а озвучивать. Я уверен, что это будет не быстро. Ребят, играйте с субтитрами, правда, серьёзно. Так а в чём проблема-то? Там большая часть всего текста — это диалоги, которые ты и так читаешь на экране. Ты не можешь их никак больше узнать, кроме как прочитав вот эти вот диалоги в опции. Конечно, они раззвучны. Да, ну ты же всё равно их читаешь, чтобы выбрать ответ. Это же RPG. Это в любом случае. Да, это 2015 год, но, тем не менее, это RPG, где ты всё равно читаешь. Ты читаешь, что у тебя в инвентрии, ты читаешь все записки, ты читаешь диалоги. В любом случае текст. Что, ты хочешь, чтобы мутанты орали матом? Да. Окей. Три миллиона на это. Три миллиона. Хорошо. И мутанты заорут матом. Хорошо. Три миллиона и мутанты. И даже мутанты заорут матом. Но всё же нет. Нельзя понимать. Это как есть крутой ютубовский ролик с озвучкой русских солдат в оригинальном Battlefield 3, по-моему. То ли третьем, то ли четвёртом. Это ролик где-то минут 20. И все их фразы. Это просто. Ты катаешься по полу. Вот это вот. Мы же выше, мы же ваши, наши. Да. Граната. Нет. Лови маслину, гандуша. Да, да, да. Это не патроны. Патроны, это не гандоны. И причём голос такой, реально, как будто какой-то грузинский. Как русские солдаты в МГС-5, короче. Это просто кошмар. Ну, там даже лучше. Ребята, смотрите, пиви. Это же ми, наши, ваши. Просто кошмар. Ты к нам приедешь, пидором станешь, короче. Ну, очень смешно. Вот, наверное, вот эти фразы. Вот этого стоит ждать, видимо, с такого уровня. Эти фразы можно выложить. Во второй Battlefield мы записывали нормальных русских актёров. Да, да, да. Короче, есть, так сказать, инсайд. Есть инсайд, пацаны. Короче, когда я ездил в Стокгольм и познакомился с чуваком, который, ну, помнишь, Дэвид, короче, Goldfarb, который поедает делал. Он до этого работал в DICE. Я у него спросил как раз, почему в Battlefield 3 русские означают «грузины». А он такой, типа, да, ну, серьёзно. То есть, ну, во-первых, студия DICE. Это национальная армия. Она не видела разницы. Это, во-первых. Во-вторых, это делали in-house Electronic Arts. Ну, то есть не русские Electronic Arts. Это делали мировые там. Нашли каких-то, как говорится, шведских, русских грузин. Но вообще это странно, потому что Бен Милта там сидел и следил очень хорошо. Он же приезжал в Black Zephyr сюда. Это было давно. Второй ботон-фюрер. Да, в третьем вот они решили, короче. Просил, что там было в скрипте куча фраз на английском. Он просил обязательно с русским акцентом, пусть актёры проорут. Проорали. Вообще так проорались просто. Понятно, понятно. Ну, короче, всё понятно. Ну, всё понятно. Сука, говно. Короче, не заносите. Не нужно. Я правильно понял? Да, видимо, не стоит. Ну, то есть нет смысла. Тем, кто играет на консолях, нет смысла. Это дурацкая авантюра. Абсолютно. Вот и всё. То есть хотите поучаствовать в этой авантюре? Лейтмотив выпуска. Интересно посмотреть, когда это закроется. Правильно ли как там? А, это у нас. Когда так. Подкаст-то. Сегодня. Интересно. Обсуждаем то, что скоро закроется. Да. Да. Дальше. Давайте обсудим Battlefront. Это рубрика «Егоры», Алёва. Ты вообще слышишь на подкаст, да? Где рубрика? Где рубрика твоя? Я слушаю технику артестизма. Где, 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 где? Ты знаешь, что это? Ты по кругу переслушаешь? Классические альбомы? Техники артестизма. Где половые органы? Давай. Мне вообще кто-то щекотал. Ты чё, уроды, бля? Попалю в свет. Где наше подкрепление? Один там был нормальный. Давай, 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 давай. Помолим его. Извинь, дорогой, ощипься. Вот это гонородка, Антоша. Вот это. Суки. Меня ранили, врача зовите. Вы под шпальным огнем. Нет, нет, не получится, дорогой. Нет, нет, так не будет. Так, снова к YouTube возвращаемся. Недавно показывали всем, ну, не знаю, в соцсетях, все мои друзья постили про китайский стеклянный мост, типа такой гигантский, между двумя ущельями. Вниз, короче, километр лететь просто и срать по пути еще можно будет, и подтереться прежде, чем упадешь просто вообще. И сделали, ну, то есть ты идешь по стеклянному мосту, соответственно. А, да-да-да, я вспомню. Мне кажется, когда ты по нему идешь, у меня бы ноги, наверное, просто подкашивались, потому что там показывали съемки, ну, реально идешь как будто над пропастью, как Индиана Джонс шел в последнем крестовом походе, помнишь, над пропастью. Так вот. Не помню. Стеклянный мост треснул под ногами туристов. Пи***ц. Вот я только-только видел этот ролик, типа промо было. Кстати, сейчас у нас, видимо, партнерские отношения с Китаем, потому что китайские новости мне теперь промоутят в Твиттере. Да, я даже подписался на один китайский, короче, крупный новостной канал, который... Не читай его. Не-не, они... Разбираю его. Не, они пишут по-английски, но там, короче, как раз тоже постили про у нас теперь китайский супермост, приходите, туристы приезжайте. Туристы приехали. Русские. Мост оказался действительно китайским. Да, да. Туристы русскими. Инцидент произошел после того... Мост китайский, туристы русские. Да. Начали, значит, там топать или проверять. А-а-а! А когда развалится идти? Граната! Да-да-да. Вот. Инцидент произошел после того, как один из путешественников уронил на покрытие моста стальную кружку, как раз, видимо, с World of Tanks, короче. Из подарочного набора. С водкой на стакан, да. Вот. И, значит, туристы почувствовали вибрации и увидели, что стекло у них под ногами треснуло. Многие туристы принялись кричать. Приняли во кардин. И бегом покинули мост, который располагался почти километры над землей. То есть я представляю всю эту панику, особенно если ты находишься, не знаю, в середине того моста, который 450 метров. Ну, то есть нормально так бежать. Ну, да, да. И ты не понимаешь, тебе нужно сейчас бежать, ну, топать, то есть. Или вот так вот просто ползком держась за какие-то, там, не знаю, там, перекрытия, чтобы, ну, чтобы не вызвать дальнейшее, короче, распространение. Ну, да, коллапс. То есть это, конечно, можно отложить кирпичей. Ну, и что с мостом-то? Да нет, ну, все равно, закрыли там сейчас, типа, делают и говорят, что это какой-то непонятный инцидент. Не кидайте, короче, там, камни, не кидайте дурацкие кружки свои, идиотские. Что ты там делал с этой кружкой, дебил? Так. Вот. Потому что там 24-миллиметровое стекло, и оно, ну, оно не только там стекло, конечно, оно лежит на каких-то там железных балках там и прочих. Вот. Но я вообще не очень люблю вот такие, на самом деле, хрени. Приколы. Вот честно. Там вот это вот фигануть там с тарзанки 800 метров над землей, там, знаешь, когда ты болтаешься между там ущельем, там. Вообще-вообще шутки с высотой меня мало прикалывают, вот серьезно. Мы, вы могли наблюдать в нашем видеоотчете по велкопоповецкому козлу, когда мы в Смоленске с Петей сели на небольшое. На небольшое очко. На небольшом колесе обозрения. Оно по сравнению с другими, даже с тем же московским, оно прям совсем маленькое. Но даже там наверху... Оно было стеклянное? Оно было не стеклянное, оно было ржавое. И вот там наверху, когда мы понимаем, что в общем-то ты находишься на достаточной высоте, чтобы тебе разморжило голову, или для того, чтобы ты там, если вдруг застрянешь, себя неприятно очень чувствовать. И вот когда там все наверху, все это скрипит, она покачивается, и ветер такой, что ты думаешь, нахер, я сюда залез. Так в этом-то и смысл, что как бы... Ну, то есть ты был в безопасности, но относительно, то есть тебе, чтобы чуть-чуть, знаешь, щекотало где-то. Мы специально нанесли ржавчину, чтобы пощекотать твои нервы. Ну так и вот здесь, понимаешь? Пусть сами выдали всем кружки. И то мост завелен как безопасный, да, ты как раз должен пощекотать себе нервы и прочее. Так он же не сломался. Пощекотал себе нервы. Ты еще скажешь, что это запланировано было. Ты сделал китайский аниматор, смотри, как могу. Вот, а? Обосрались? И такой, и сам такой вниз с мостом. Вот. Ну, короче, я просит их приколов. Даже если буду в Китае, обойду нахер за километр вообще. Тем более после такой новости. А есть видео, где запечатлели? Я не видел, но наверняка есть там... Все есть на видео. Кроме НЛО, Снежного Человека и Призраков. Все остальное на видео есть в интернете. Да, моя любимая новость просто. РЕН-ТВ заменит саундтрек Игры Престолов песней группы Мельница. Это пи***дец. Пождец, я в официальном сериале Игры Престолов? Да, они запускают пятый сезон только сейчас, в ноябре. Вот. И чтобы подогреть интерес к сериалу, который все уже посмотрели, туда-обратно уже, мне кажется, они переписали музыку к интро сериала. И там будет играть группа Мельница и даже клип, короче, какой-то. Который всех за***т. Реально, меня это та-та-та-ра-да-та-та-та. Я уже к концу второй серии не мог это слушать, короче. И тут еще и Мельница. Это те Мельница в за***т. Мертвого. Вот. Но, слушай, я нет. Но оригинальная заставка мне нравится, и музыка, и клево. Особенно, когда перерывы там между сериалами. И вот когда новый сезон выходит, и начинается вот это вот та-да-да-та. А ты такой, да-а-а-а. Ну, конечно, вторую серию перематываешь, безусловно. Да. А есть где уже рипы? Все перематывают интро. Начнем с этого. Ну, все перематывают. Слушайте, есть хорошая привычка у некоторых. Что рипы, где отрезают? Что ты качаешь? Да, я как раз об этом шагал. Что ты качаешь вообще, Славон? Я не качал «Греб престолов». Я смотрю на медиатеке. А вот мне интересно, как они, ну, то есть это, они официально выкупили права на показ «Игры престолов» на канале РЕН-ТВ. Да, да. Ну, это не первый сезон «Игры престолов». Я понял, я понял. Ну, то есть, HBO согласилась. Ну, видимо, смените за главную тему? Ну, видимо, да. Не изменить за главную тему. Так, а что? Ее нет там, этой за главной темой, понимаешь? Я понимаю, что... Ну, я подозреваю, что... Тема, которую вы сейчас напевали, она, ее перепишут? Да, да, да. Ее «Мельница» будет играть или какая-то странная песня «Мельница» про Лося и Лес и Русь там будет играть? Еще раз я тебе читаю. Заменит саундтрек «Игры престолов» в песне группы «Мельница». Кавером. То есть, начало будет, да, будет песня... Та же мелодия, сыгранная песней «Мельница». Нет, нет. Другая песня. Другая песня. Там будет кавер. Некий оригинальный. Некий оригинальный произведение группы «Мельница», которое они специально записали. Не имею еще отношения к оригинальной теме «Игры престолов». Может быть, будут какие-то небольшие перепевочки оттуда, но не полностью. Вот у них как раз... У них нет прав на эту песню, у них есть прав на сериал. Поэтому песен там будет с небольшими перепевами Этой темы, но это будет оригинальное произведение Группы Мельницы, об этом речь Так это же элементарно, по-моему, решается То есть ты по большому счету Слушай, а в советских фильмах Первые, типа у тебя идет Игра Престолов Игра Престолов, у тебя начинается С названия серии А так ты просто, ну, я думаю Юридический телеканал это может как-то решить Типа, да мы отрезали просто начало, мы серию показываем Не за заставки, мы показываем сначала клип Группы Мельницы Ну и плюс, слушай, да, они выкупили Мы до Игры Престолов Показываем клип Группы Мельницы каждый раз И плюс, слушай, они говорят, мы хотим повысить интерес Мы знаем, что условно по исследованиям Нашим зрителям нравится Группа Мельницы, нравится Игра Престолов Мы это совместим, опа, реклама, бабло И у нас будут деньги, чтобы купить Ваш следующий говносериал Все HBO, пока Мы сами разберемся Ты еще скажи, что Слушай, ну это как дубляж голосов Алло, то же самое по большому счету Я вот хотел сказать В советские времена, когда фильмы переводили Там вообще все переписывали Чуть ли не музыку И песни нахер Иногда звучали песни, которых не было в оригинальном фильме, например Это были технические, я думаю, решения Да, да, да И плюс там с правами тоже было всем насрать Но сейчас, я думаю, что все это решается В жопу Мельницу Ну, да, да В жопу Гимов Тронс В жопу Гимов Тронс И РЕН-ТВ туда же РЕН-ТВ хороший канал был Когда я был маленький, я иногда его смотрел После 11 После 11 Рубрика «Половые органы» с Вячеславом И смешок, который Да, 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 да Я однажды Ну, то есть, после 11 Там показывали, это какое-то было странное Я не понимал, что это Как-то все произойдет Я не понимал, что я ощущаю Да, да, да Нет, я понимал, что я ощущаю Отдавал себе отчет о том, что делаю Но не очень было понятно, что это То есть, это была какая-то имитация секса Это не было порнографией Ну, да И более того, я однажды даже Там, значит, происходил «Доги стайл» Да, «Доги стайл» И я обратил внимание на то, что Ну, камера каким-то образом была, видимо, неудачно поставлена Таким образом, чтобы был скомпрометирован Скомпрометирован была главная интрига этой сцены У актера висел хер То есть, он даже не стоял у него Настолько была неискренняя какая-то эротика Что, но мы все равно драчили Драчили Окей А что было делать? В времена тяжелые Реально, что ты делаешь в один с вечера? Ну, надо сказать Смотрю РНТВ Что РНТВ сейчас Ну, его можно смотреть Можно там не любить и прочее Но он, конечно, обрел некий узнаваемый облик Да, вот благодаря этим Своей передаче Ну, как РНТВ Про пришельцев, снежного человека и призраков Которые трахаются Обязательно После одежды Которые снимают костюмы, знаешь, свои Да, ну и, конечно же, битва экстрасенсов Лучший 16 сезон ever Я еще помню Одно спасибо, хочу сказать, каналу РНТВ Они показывали Симпсонов Но это было в 11 утра А в школу к 9 Да, да Такой, опа Мамника второй Записывал Программа была на это Как называлось вот это? ВИЧС, короче Видеомагнитофон ВИДИК, вот ВИДИК, ВИДИК Ничего себе ВИДИК Слава уже забыл вообще, понимаете? Для кого-то это был предел мечтания А Слава такой, что это херня какая-то? Нет, так так ВИЧС, проигрыватель ВИДИК ВИДИК, окей По поводу краудфайдинга Смотрите 3 миллиона люди, скорее всего, не найдут на озвучку А вот больше миллиона рублей На проверку теории лунного заговора Собрали Сука Русские собрали или нет? Да Причем это русский стартап Чуваки Сделали проект По созданию и запуску Космического аппарата Который должен произвести Высококачественную фотосъемку Мест посадок Американских кораблей На Луне Это наш проект Наших студентов Он тоже на каком-то краудфайде Не планета, а какой-то другой Бум-старте, по-моему И они запросили 800 тысяч Там уже собрано больше миллиона рублей То есть, видишь Смотря на что собирать На дурацкую озвучку Люди же мотятся А если трахнуть пиндосов Причем Причем если почитать Что они пишут В общем-то это Ну, с одной стороны Похоже тоже на какую-то авантюру и прочее Вот Но, тем не менее У них есть выкладки и прочее То есть, они сделают некий спутник Который они по договоренности Ну, присобачивают На очередной запуск Наших там Протонов Который Ну, и так Доставляют спутники Условно, знаешь Ну, и наш возьмете заодно Да-да-да Заодно Плюс Знаешь, как это 800 тысяч Это билет на маршрутку Передавать По сути, да Это какой-то университет Да То есть, и там вот Усачи, короче В очках У них есть По сути Практику Они проходят на всех этих Космических объектах Поэтому у них родилась идея Почему бы и нет Такой Давай сделаем практику Спутник сделаем Небольшой там, по сути же Да Вот И заодно, соответственно Заработаем бабулесов Вот Проект Проект Заинтересовался Так и сказали Да И за 4 дня За 4 дня Больше миллиона рублей За 4 дня За 4 дня Подожди, а в чем смысл Вот этой Может я так понял Смысл На что всех интересует Да Были ли американцы На Уни Но есть вот эта дурацкая теория Что у американцев не было Что снимался Это Кубрик В туалете В унитазе у себя Да И до сих пор Оказывается У кого-то волнует Эта история Недавно же Наса, по-моему Выкладывала Типа 10 тысяч снимков Типа, ребят Бейтесь, короче Вот вам Все Но студенты Но студенты А главное люди Которые дают на это деньги Им интересно То есть они хотят Разблачить, не разблачить Не знаю Может быть это государство Закинуло бабла Никто не знает Но может закипать На бумстартер Вот он И мы видим Что там есть бейкеры у них Да Есть, короче Есть бабло А на весь пледж Вот эти Ну то есть Типа Задонать там Вся тысяч рублей Да, да, да Твои там волосы полетят Да, да Твои выделения Короче Полетят На Луну Чтобы посышь На то место Где Якобы Где якобы Да, приземляясь американцы Вот Ну что я могу сказать Хорошая подача То есть они Можно было собирать Просто денег на спутник И хер пойди соберешь Придумали интригу Может на самом деле Спутник и вообще Для других целей Там уже реально Проект университета Да, там Вот студенты Собирают там Год этот спутник И запускают Вот А придумали классную идею Как-то распиарить Подали И все об этом пишут И дают бабло По-моему Отлично А тебя не смущаешь Что цель Ну полностью Дебильность Насрать Да почему дебильность Ну, слушай Если люди дают деньги Значит ему это интересно Подожди Короче Теорию Теорию Я написал на эту тему Там темная история Нас Ну окей Ну они собирают Ну и плюс Плюс Короче Разоблачить Я продаю рекламу Своих пабликов Вконтакте Да Они книги Пишут Они книги пишут И зарабатывают Это целое сообщение Важно просто Здесь учитывать Что люди Не то что еще верить А в том Что Ну вот В данном случае С этим спутником Просто Ну Людей Что происходит В огороде У соседа То что у них у самих Там как бы есть Какие-то эти Проблемы И сорняки Надо заглянуть За забор Короче Посмотреть Правда ли летали Или все-таки Всех обманули Наса врет First world problem Очередная И поэтому А тут короче Наши Точно Нашим спутникам Поверю короче А этим не верю Вот Почему нет Мне кажется Сам спутник Сто тысяч рублей А все Ну круто что На самом деле Чуваки Чуваки собирают спутники Отправляют На шерсть На самом деле Не важно Для всего университета С логотипами Кампуса Да Смотри Не важно Зачем Просто круто Что мы уже дошли До того Что короче Люди могут спонсировать Создание Строительства И запуск спутников Камон Ну и по-моему Это одна из первых Таких новостей Про Ну какой-то Университетский проект Потому что Замы постоянно Выступают новости Типа И этот университет Придумал то Вон этот Йогурт Из вагины Это тоже какой-то Студенческий проект Замечательный был После вечеринки Который до сих пор Нас перепащивают Некоторые Реально Окей Мне кажется Такими темпами Дойдем до Кикстартера На опровержение Теории Дарвина Например Что ничего Нет Смотри Слав Создай Создай Реально А как это будет Я вколю себе Специальный ген И деградирую До обезьяны И посмотрю что там Посмотрю что там И попробую Развиться до человека Обратно Без генов Специальных Дополнительных инъекций Если у меня ничего Не получится Ищите меня На этой пальме Специальный Нет Проект можно Возможно Я закончу В клетке Масштабнее Масштабнее проект Мы берем Короче Планету Терраформируем Мы заселяем Обезьянами И смотрим Миллион лет Миллион лет Иди сначала Доживи До того Чтобы что-нибудь Терраформировать Да Ну не важно Ты же деньги собираешь Терраформируем Как Внуки Терраформируем Как Марс Уан Вот это вот Да Да Кстати Переселим Где новости Про Марс Уан Пацаны Как там на Марсе Там Мэтт Дэймон Только короче Не знаю Срет скафандр По-моему Последние достижения Муссианского исследования Короче Смотри Пока мы запускаем Спутники Чтобы опровергать Так сказать Американскую военщину В космосе В Калифорнии Запустят Аттракцион По мотивам Массоэффект Опять Декинотеатр Какой-то Да И вообще Хочу сказать Что Аттракцион По Массоэффекту Называется Массоэффект 1 Массоэффект 2 Массоэффект 3 И Массоэффект Андромеда Ну да Достаточно Лучше Арсен По Массоэффекту Дебилы Вас нах**ывают Там В Калифорнии Журналисты ВГ Это лучшее говно Задим 247 Думал, что играет В Uncharted Понятно, Слав Короче Игровой журналист Западный Игровой журналист Крупного портала Думал, что играет В Uncharted 4 И даже написал превью А потом оказал, что он играл В Uncharted 2 Да-да И там же смысл в том, что он как бы Критиковал Uncharted 4 За то, что она не очень прогрессивная Значит, на вторую похоже, короче Говно какое Не, ну походу послали какого-то Который не в курсе Да-да Дело было на Токио гейм-шоу Может быть он просто не понял Что по-японски Короче ему не суд Да, ему не объяснили Что он будет смотреть сейчас На самом деле То есть ему Его подвели к стенду Такой, минутка фактов Извините Да-да-да Его подвели Менеджер какой-то Подвел к стенду PlayStation Все говорят по-японски Там вообще тяжело С английским на самом деле В Японии Ну то есть там Ну они Как мне рассказать Некоторые люди Есть джинглиш Который смешан Типа Да, они вообще Предпочитают не говорить по-английски Потому что это типа Не очень круто Ну то есть это Знаешь Японский Ну я в Японии Типа вообще Ты же ко мне прилетел Они вообще С большой неохотой Говорят по-английски По-русски В том числе Как оказалось На выставках И чувак не понял Просто его подвели Дикие Ну вы понимаете Выставки там Короче Ор Косплееры Голые Ой ладно Скорее всего это было В бизнес зоне Где нет ничего Никаких косплееров Была огромная надпись Uncharted Collection Да Вот И тем не менее И автор был имбецилом При этом Как бы Ну Да Сложив все эти факты Автор бухал на самом деле Мы поймем Почему он Не понял Что он играет Как бы в Uncharted Collection Так Вопрос в том Что он играл В Uncharted вообще Что ли до этого Ну что Ему не сообщили На английском языке Это То есть он просто идиот Ну в смысле Ну скажи Что ютюб не смотришь Или что Он не играл В Uncharted Редактор Ну типа Где был автор Чувак Слушай Вот тебя На каком слоте Пожди Тебя отправили на ТГС Смотреть Новый Dragon Quest Допустим Плохо Вот 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 И ты пишешь такое На самом деле Dragon Quest Типа там Одиннадцать Одиннадцать Дерьмо А на самом деле Ты смотрел Dragon Quest Семь Для 3DS Вот в чем проблема Не меня так Ситуация на самом деле Более менее реалистичная Не минуточку А автор то был при этом Какой то западный Да И то есть он поймет Разницу Ну я не могу не понять Разницу между Dragon Quest 9 и 13 На 3DS и DS Ну А сука Автор который приехал Откуда там Из Великобритании Или из Австралии Или в Офер Откуда В более понятный И Такой пример Адекватный С японскими играми Типа Dragon Quest Понятно Там Черт ногу сломит Отправь меня смотреть Dark Souls например Если мне вместо Третьего Dark Souls Покажут второй Ты сразу поймешь Что это второй Потому что это как бы Пастген Ты же понимаешь Что там скорее всего Показывали тоже середину игры Ну как обычно делают В бизнес зонах Когда тебе игру показывают Где все взрывается И ты в супер доспехах Тебе показывают Не кнопку Не начальный меню Такой Сейчас мы нажмем Старт Сначала Так Выбрать профиль Так Сейчас подождем Пока загрузится Там Нет Там обычно Включают И сразу же какой-то уровень Идет Поэтому он не видел Заставки и прочее Но это конечно не оправдывает ее Вообще ни разу Не оправдывает редакцию Они написали огромные извинения Потому что Соня Соня такая Вы черт Ебнули Потому что уже заранее Такая Uncharted говно Ну вот я такого не помню Даже в российском Мне кажется Ну то есть То что автор перепутал Можно понять Ну допустим Это была не его тема А то что Редакция не поняла Да Вот в этом Есть же Куча людей Которые проверяют А ты что Утенчартед смотрел И смотри Ты пишешь Что он говно Вешаем Быстро Эксклюзив Главное написать Раньше всех И такие реально У полигона Выходят такие статьи Про то что мы поиграли В HD Collection Все классно Такая мы играли Анчарта 4 Одновременно У всех знаешь Появляются Короче статьи Про анчартов Такие Ну ладно Мы всех опередили Такие Им показывали HD Collection Лузеры Такие А мы играли в четверку Вот настоящая Журналистика Сидит там Сигар В твиттере Так Я всегда говорил Что полигон Это для пидоров Портал Ну короче Привези мне новости Паркер Да Вот Котаку У нас уже Анчарта 4 Хендзон 30 сентября У них эта статья Была опубликована И вот только Недавно Разобрались После Недавно Они выяснили Две недели Две недели Там короче Собрали Ада В комментах Ада На самом деле Все такие Так и знал Что Анчарта Отменяю предзаказ Нет Это конечно Грандиозный Скандал Значит Там Пиар агентства Сони Глобального Пока она собирает Как же репорт Который там За неделю Или за дверь Очень много Промежуточных людей Потом его отсылают В головной офис Головной офис Сортируют Добавляют в базу Потом базу Смотрят менеджеры Или студии Ну Которые сделали Эту игру Понимают Что что-то не то Потом пишут Цепочка идет Обратная Потом только доходит То есть поэтому Две недели Надо же понять Потом обратная цепочка Идет такая Чуваке мы показывали Анчарта 4 Снова начинается Обсуждение Так что мы показывали Вообще там Анчарта 4 Подожди Ну мы привозили Какую-то версию А показывали мы ее Блин А что он смотрел Ну да Никто нихера не знает Короче Что одни за другие Как правило Что так и есть Учитывая вот эти Громоздкие структуры Да Ну то есть Две недели Это еще они быстро Разобрались Короче Как правильно писал Галенкин Эта новость Характеризует Вообще Все сразу Игровую индустрию Современную Где работает Огромное количество Людей Которые в игры Не играют И вообще пришлось Смежных структур И вообще смотрят На это просто Как на очередной бизнес На таблиц На очередную ступеньку В карьере Там вот продукцию Реализовал КПА Все отлично Вот Ну и как Журналистика Современная Где чуваки Тоже не очень-то Помнят Любят И ждут Игры Потому что Все игры говно Теперь армии Нужны игроки В World of Tanks Это бест Так вице-премьер Дмитрий Рогозин Прокомментировал Новость о разработке Танка с дистанционным управлением Не слышал Нет И вот тут Я просто Твиттер от Рогозина Твит Твиттер от Рогозина И после новости Я понимаю Нифига себе Какое лобби У вардгейминга Чтобы вице-премьер И вообще Выскопоставленный Чувак Назвал Конкретный Продукт То есть Он не сказал Что теперь Армии нам нужны Геймеры Или там Игроки в танчики Ну как можно было сказать Он написал World of Tanks.ru В Твиттере С ссылкой World of Tanks.ru Вообще Вот это Лобби Короче У вардгейминга То есть Чтобы это согласовать И там занести Конечно Это прям Ты думаешь Ты думаешь Да? Нет Я не думаю Но я не исключаю Что да Я не думаю Что там реально Короче Прямо Чемодан и прочее Не до этого На самом деле Есть я думаю Какое-то общение Есть какое-то общение И реализация Каких-то проектов Потому что наверняка Это все Решалось на таком уровне Что Wargaming Посодействует Поучаствует Там даст бабла Например На реализацию Каких-то патриотических Проектов Поддержит Да Поддержит У себя Слушай Потому что Wargaming Сейчас Это не только Игра Это огромная Модератор Общественного мнения На самом деле Потому что Они влияют На стольких людей То есть на самом деле Это можно назвать Уже каким-то видом СМИ Потому что Они у себя могут Размещать Какие-то новости Например Которые будут читать Сколько там Подключенных игроков То есть Поэтому работать С Wargaming Конечно работа идет Не в смысле Вот тебе бабла Через секретаря Рогозина Нет-нет-нет Это говорит о том Что На государственном уровне Wargaming Уже действительно Как такая Корпорация На самом деле Которая уже общается С закопоставленными чуваками VersaLife Вот это да Вот это пацану да Слушай А не Рогозин ли Постил Ссылку на ролик War Thunder Помнишь Вот этот патриотический CG-шный Красивый По-моему это был он Может быть По-моему это был он Я сейчас не помню А вы То есть Рогозин поигрывает Такой нормальный Геймер Геймер Скоро такой Нам нужны шпионы С механической рукой И без одного глаза Да И с этим И с металлическим Штырем Ну то что У Wargaming Реально Реализация Патриотических проектов И это позволяет им Общаться С С министром обороны Даже То есть мне рассказывали Чуваки Как они были у него На приеме И в общем да Это Работа что называется Там идет Вот А вы говорите Не знаю Скоро Мышка щелкать Да Вот так вот Вот так вот Ну и что Мы будем Баттлфронт обсуждать Да Да ну на Ну хотя Хорошо Ну что мы Сома будем обсуждать Не Не Может все Д сколько Бл*** Бл*** Ест Не Бл*** Редактор субтитров Редактор субтитров А.Семкин